Друзья всем привет! Ветер дует. Что там? Нам пришла посылочка. Да, мы хотели дома вам показать после работы, но нам так не терпится. Ну давай, что там? Не скажу. Ну, показывай, мне же тоже интересно. Зай, алло. Да. Слышно, думаешь? Нет, слышно-слышно. Мы просто потихоньку, ты снимаешь? Да. Мы потихоньку начинаем готовиться. Все-таки это, через месяц декрет, и надо все делать потихонечку, постепенно. И мы нашли магазин. Нашли магазин очень классный, с детскими товарами. И мы для малыша кое-что прикупили. Давайте дома вам. Давай. Ребят, как и обещали, смотрим посылку. Вместе с вами. Мы уже вам рассказываем, что мы начинаем готовиться к появлению малыша, и нам вещички заказали, в общем. Иди, покажи, что тебе нравится больше. Мы открыли, глянули, но не разворачивали. Я стану на колени даже, потому что для меня синенькие вещички темного цвета, серенькие для меня это очень дико даже, потому что у меня все время красное-розовое. Тебе понравилось это больше всего. Мне понравилось больше всего. Это вот шапочка. Смотрите, как просто в этом магазине обалденное оформление. Ну, это не просто шапочки, ведь, да? Ну, это кепочка, шапочка там интересная, но мы развернем, посмотрим. Просто посмотрите, как подарок. Мне кажется, это шикарно. Можно так заказать и кому-то подарить. Супер. Что там еще у нас? Так, у нас еще здесь носочки такие. Тоже, смотрите, малифусенькие такие. Не розовые! О, да, смотрите, у нас 0,3. И вот такой вот получается, как бодик застегнутый. Это получается 0,3, это получается от 0 до 3 месяцев, да? Да, рубашечка. Смотрите, как красиво. Мне кажется, очень здорово. Так, штанишки у нас такие нам прислали. Заказали маленькие. 62 размер уже. И бодик. Вроде с длинным рукавом, если я не ошибаюсь. Но мы сейчас откроем, то потрогаем. Посмотрите, какая красота. Это бодик с длинным рукавом. Здесь есть и царапки, и можно их отвернуть. Ручка открытая будет. Вот. И штанишки. Кстати, самая удобная одежда – это штанишки и бодики. Я думаю. Не думаю, я знаю. Что-то у нас еще. Так, у нас еще пеленочка была заказана. Такая интересная. Она такой размер 90 на 85 и очень приятная ткань. Я не могу объяснить. Просто. Угу. Стопроцентный хлопок и очень приятная ткань. Очень. Что там у нас еще? Еще одна вещь, которая мне понравилась, тоже очень сильная. Крывай. Давай я это открою, да? Это синий цвет. Поскольку мои мальчики. Да. Смотрите, ребята. Так, тоже у нас 62 размер. Мне кажется, очень маленький, нет? Ну, он не на самый маленький. Нет, он уже не на… Не первый. Первый у нас там лежат. И смотрите, мамин герой. Мамин герой! Класс! Это бодики очень удобные на эту сторону, когда мне очень нравится. Мы в восторге, короче. Хочется начинать складывать, но у нас еще есть вещи, которые у нас уже есть. Немножко совсем для новорожденных. В общем, как видите, мы потихоньку готовимся. И я все думала, вот когда ходишь по магазину, ну, ничего не нравится, реально ничего не нравится. И я все думала, где люди берут детские вещи. Оказывается, все люди нормальные заказы в интернет-магазинах. Но я уже говорила, и вы, кстати, пишете… Это наша Миленочка себе кушать готовит. И вы, кстати, пишете большое спасибо. Я и в Инстаграм мне писала много людей, и на Ютубе писали, помню, что… Спасибо, что я делюсь магазинами, потому что я сама о них узнаю, и мне хочется поделиться. Потому что не все знают. Если я не знала об этих магазинах, мне кажется, их никто об них не знает. Это мы заказали в магазине teenybaby.lv. Правильно это? Правильно, правильно. Правильно, да. И мне понравилось, что у них в магазине очень хорошее качество. Но я сейчас это проверила все своими руками. У них стопроцентный хлопок в вещах. И вот смотрите, например, вот я видела, там вот комплекты для мальчишек есть такие красивые, подарочные, да. И есть для девочек очень красивые, получается. Там такие, ну, как носочки, туфельки, да. И этот, ленточка, ну, на голову красивая. Еще есть для мальчишек бабочка и красивые, ну, как... Туфлики. Туфлики тоже. Ну, не туфлики, ну, так. Носочки, туфлики, да. Это можно так туфельками назвать, да. Поэтому просто для подарков присмотреть, если вам нужно, это очень здорово. Я могу сразу вам сказать, что цены очень адекватные. Я ненавижу дорогие вещи, потому что мне рекомендовать их неудобно. Я знаю, что, ну, и я не люблю дорогие вещи. Все нас отвлекают сегодня. И там очень адекватные цены в этом магазине. Мне понравилось. На детские вещи, на детский товар доступные. Они доступны для любого, поверьте мне. Загляните и посмотрите. Я вам серьезно говорю, я не люблю дорогие вещи. Я очень люблю, когда они качественные, вот такие стильные, модные. И еще и за очень адекватные деньги. Это круто. Это я рада, что я нашла такой магазин. И обязательно мы малышу будем там заказывать, правда? Конечно будем, но без этого никак. Потому что вещи классные. Пеленочка у нас первая, единственная пока, что нам нужно еще будет. Так что... Ну а что делать? Я что, телефон в руках держу? Я отметила для вас. Я на сайте увидела. Ты молодец. И все для вас. Для вас, для вас, наши хорошие. В магазине tiniebaby.lv я увидела, что до 17 апреля этого года. На всю детскую, на всю одежду получается, да? 20% скидка. Это очень круто. Я вижу, там перечеркнутые цены, цена ниже. Это во! Поэтому заходите, если вам нужны подарки, если вам нужны малышу, если вы готовитесь. Просто зайдите и обязательно. Я еще узнала, что если в tiniebaby.lv заказать что-то, купить, то покупатель получает еще минус 10% купон на следующую скидку. То есть, ой, на следующую покупку как бы. Заказ. На следующий заказ. Если вы купите что-то, в следующий раз у вас тоже будет скидка. Это очень классно. Правильно говоришь. Все зайдите в tiniebaby.lv. Я теперь знаю этот магазин. Все, я теперь... Если кто меня спросит, где купить детские вещи, я скажу в tiniebaby.lv. Так что заходите. И я, как всегда, оставлю ссылочки внизу везде. Да? Вот так вот, внизу. Внизу, внизу, внизу. Открывайте инфобокс и все будет. Всем привет. У нас следующий день уже. И мы решили сегодня побаловать наших девчонок. И спросите, никуда они хотят. Они, конечно, сказали, что они едут в Хейсбурге. Ну что мы? Заказали опять на банду целую, да? На Сюш. Занька, ты что делаешь? Полина хочет майонез. Майонез хочешь? Миленка кушает уже? Молодец. Я взял себе... Что я себе взял? Кебаб. Кебаб, бургер. Кебаб, бургер. А ты что себе взяла? Кортивый. Кортивый. Вот это, да? Моника уже трапезничает. Поля, где мы? Полька, давай, доедай быстренько картошечку. Пей сок. Ты уже съела большой-большой такой бургер, да, съела? И мы пойдем на горку, покатаемся, а потом поедем, да? Палка. Да. Милена, Полин, привет. Привет. Как дела? Где ты там? Там яйка лазит. Поля, ты где? Еще раз, ну давай. Давай. Ты сможешь? Сама. Давай, лезь, лезь. Не можешь? Не можешь. Поля, Полинка, давай еще капельку и поедем, да? Что? Нет? Не дам тебе телефон. Так, ну что, мы поели. То есть, кто поел, кто перекусил. И сейчас мы оставим детей у бабушки Веры, чтобы ей не было скучно. А сами мы с Настюшкой поедем в одно место. Ну, рассказывай, когда мы приехали. Поискать мне что-то, мне нечего носить. Да, Настюшке Сергеевне нечего носить. Давай, извините. Почему? Угадай. Ну, говори. Потому. Я не влажу ни во что. Мне кажется, у тебя увеличилась талия, да? Ну, нажимай циферку. Давай, едем на пятый этаж. Ты что там? Ну? Ну, что? Ароматный ехал. Да, лезь пахнет что-то, да? Короче, пошли, мы покушали в Хайсбургере, а там, прикиньте, все столы грязные были. Дали в тык, по-русски не понимают, короче. Парень убирал столы. А они полностью имеют право не понимать, потому что мы где живем, не забывай, милочка, в Латвии. Хорошо, пускай ладно это, но то, что мы попросили убрать столы, я напомнила, а мы забыли. Потом я, он поднялся наверх, мы еще его ждали 10 минут, у нас все остыло 10 тысяч раз. Да. Спуститься нужно было еще вниз и напомнить, что, вы знаете, нам еще не протерли столы, это мне все бесило. Ну, я спустился и сразу же протерли столы, так что все в порядке. 9 секунд, да? Да, идем. Ну, что я там нашла? Обалденно, да, в любимый цвет, голубой. Синий. Покажи, сама что ли там, да? Металюга такая, рамштайн, металлика, будешь слушать, да? Мне нравится. Настюшка за этой дверью. Ну, покажись. О, мадам, сколько вам лет, все 15 можно дать? Ну, и что? Что ты меряешься? Я не нашел синий кепушка. Очень смешно, честно, очень. Не очень? Анастасия без настроения. Были в магазине, пократили просто час, просто так, чтобы есть что-то песка. Ничего не прожжет с кузом, да? А для бегемотов там ничего и не было. В итоге, ребят, ничего смешного. Походила я по всему магазину, я походила по Нью-Йоркеру, я знала, что там, помню, последний раз там очень много было таких похожих вещей, и мне нравятся там вещи. Получается, мне ничего не налазит, если брать какие-то... Я люблю полуспортивный стиль такой тоже иногда, и если брать спортивные штаны, они все равно будут под живот, они не для беременных, и они давят все равно в талии. Если ты берешь самый большой размер, там, 40 последний, он будет висеть в талии, и все равно давит. Вот как я со спортивников всегда померила. У меня всего сейчас на данный момент три туники с леггинсами, которые меня спасают. Они меня... Девчонки, вы считаете, батюшки. Они меня спасают, меня спасают леггинсы для беременных. Одна туника у меня специальная для беременных, и две это как просто. Я покупала одну и другая, она как платье, а сейчас как туник. Ну, как бы становится уже тепло, и мне хочется что-то еще. И я походила по магазину, и ничего нет. Если взять самый большой размер, ну, короче, начинаешь брать размер больше, оно везде в плечах все висит, в животе все равно тесно, потому что вещи не для беременных, не специальные. И оно в итоге на пузо натягивается, получается все такое короткое, все так смешно, все так некрасиво. И я расстроилась. Я хотела... Вообще я ехала за каким-то кардиганом носить просто маечку, там, леггинсы, и сверху накинуть кардиган и пойти на работу. Но нету, там уже все в майках висит, там все летнее уже. И ничего нет, вообще ничего нет. И, короче, я расстроилась сильно, потому что я еду и не могу вспомнить, что я носила с Полиной. Я уже не беру во внимание, в чем я ходила с Моникой и с Миленой, но вот с Полиной я ходила, там, 4 года назад. Что я носила? Кто-то помнит, что я носила. Я ничего не помню, я не знаю, я хочу сделать, чтобы мне было удобно. А время идет вперед, и дальше будет еще хуже. Мне будет вообще... Я не знаю, в чем я буду ходить, короче. Вот. И я в печали. Не, ну, будут выходные дни, мы съездим в другие магазины, я посмотрю, может быть, какие-то... Все-таки я хочу кардиган тоненький какой-то на весну. Я хочу какое-то платье, чтобы оно было больше свободное, до колен, может быть, с поясочком. Как бы, я еще люблю, чтобы мне было удобно, но при этом беременной хочется оставаться красивой, стильной, и это проблема. Вот этот, как сирия. Короче, приехали мы в другой магазин. Опять смотреть на суши вещи. Маняш. Ну что, здесь есть что-нибудь? Здесь побольше, ну, в этом, в Сапинке. В Сапинке. Короче, у нас 9-й час, и мы провели весь вечер в машине, да? Посмотрите на его узор. Они стали очень, как будто мы не знаем. А я хотела сказать, что мы были в Сапинке, и я там перемерила 7 точек... Тебе не вины за меня? Не вины. 7 вещей я точно перемерила, и мне ни одна не подошла. Вообще ничего не красиво. Были-то вещи, даже, которые небольшие, представляете? Но некрасиво. Что мы сейчас едем? Мы сейчас едем в Пакамат. Девчонки у нас мороженка кушает. Мама, я тут, а вообще я палочки каичи. Каичи, а Маоза, она на палочки поина хотела, а все поины. А мы не приедем. Что ты говоришь? Мы едем опять в Пакамат. Короче, мы едем в Пакамат, нам опять пришла посылочка. Да, ну, наверное, мы вам уже покажем в следующем видео, да? Мама, я пошла. Нет, мы вам покажем точно в следующем видео, да? Да, что нам пришло? А сейчас мы поедем домой, наконец-то. Я устала уже. И просто мы будем ложиться спать. Нет, какой спать? Не еще видео монтировать. Кому-то? Ну, я же просягу, я буду спать. А завтра выходные, да? Да, завтра выходные, кто-то идет на работу. Кто-то будет дома заниматься домашними делами. А в воскресенье мы все поимем опять на дачу. Дождь, не дождь, вьюга, не вьюга, снег, не снег. Будем прощаться тогда? Да, я ловлю. Там опять как-то. Так что мы подъезжаем к Пакамату. Собирай посылку. Да, на сегодня мы говорим о ТАТА. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. И мы будем записывать следующее видео где-нибудь до выходных. Так что все, ребят, пока-пока-пока. Поленька, всем пока. Пока-пока. Ого, покажи. Поверни. Ну, ужас. Все, пока-пока. Я тоже хочу. Кричи пока-пока. Пока-пока.